Электрослесарь вынужден работать в стесненном пространстве при обслуживании и ремонте электрооборудования. В актовом зале Дома творчества проходит дефиле в роли моделей, студенты, профессиональных колледжей. Ребята демонстрируют спецодежду. Здесь представлена форма горняков, автослесарей, сварщиков, строителей, парикмахеров и поваров. Чтобы не было ощущения скованности движений. Куртка предполагает наличие широких удобных карманов. Профессиональный стиль подкреплен мастерством. Здесь каждый готов с восторгом рассказать о выбранной профессии. Но даже это они делают в творческой форме. Студенты проводят увлекательный экскурс в профессию строителя, демонстрируют мастерство парикмахеров, поют о поварах и горняках. Сегодня здесь собрались студенты трех Ровеньковских колледжей. Именно эти учреждения образования готовят специалистов рабочих профессий, которые особенно востребованы в промышленной и бытовой сферах. У нас очень много востребованных профессий и штукатуры. И у нас востребованы профессии и горняки, потому что у нас горняцкий край. У нас востребовано очень сильно и коммунальное хозяйство. Поверьте, специалистов действительно очень мало. И по земельным отношениям очень мало специалистов. Действительно достойных специалистов, которые могли бы выполнять работу в качество и срок. Среди зрителей – выпускники городских школ и их родители. Именно для них сегодня проводится данное мероприятие. Здесь воочию можно узнать о той или иной рабочей профессии, познакомиться с ее особенностями и даже получить первые навыки. Ребятам, я считаю, на простом молодежном языке рассказали, что они смогут, какие они знания смогут получить, какую профессию. Это настолько важно сейчас, потому что никто ему не скажет, на улице никто не остановит. А здесь агитбригада отработала одна и вторая. Настолько интересно. Я взрослая, мне было интересно. Ни словом, а делом. Ребята не только рассказали о своих специальностях, но и продемонстрировали собственное профессиональное мастерство. На первом этаже Дома творчества организована работа выставочных площадок. Здесь можно увидеть готовую продукцию швей, поваров и кондитеров, понаблюдать за ремонтом автомобиля и узнать о инновационных методах очистки горных выработок. Все это с помощью демонстрационных моделей. Данная действующая модель – механизированная очистки зуба. Она является воплощением рационализаторского предложения одного из горняков бывшей шахты Ворошиловска. Зуб – это крайняя точка ствола, где собираются много пульпы. А это Равеньковский колледж. Он готовит специалистов по пяти направлениям. В этом году учреждение образования возродило еще одну специальность – набирают группу швей. У нас представлены пять профессий. Это повар-кондитер, электрослесарь подземный, сварщик ручной, частично механизированной сварки на плавке, оператор электронного набора и портной. Мастер-класс по изготовлению фигурок из соленого теста, сервировка стола и экскурс в одну из современных профессий – оператор компьютерного набора. Она объединяет основу работы с текстовыми и графическими редакторами. Обучающиеся нашего колледжа, непосредственно их работа – это производство полиграфической продукции. Непосредственно это набор текстов, ароматирование, редактирование, верстка в разных издательских системах. Конкретно мы изучаем фотошоп, корол-дроу, индайзинг, парк – это те программы, с которыми работают у нас обучающиеся. Никита Дуценко выбрал для себя профессию повара. Говорит, любовь к кулинарному делу привила мама. Главный секрет успеха – готовить с душой. Тогда отлично получается и национальная кухня, и заморские изыски. Главное – распределить равномерно рис по всей тренировке. Норик. Все. Тогда получится все идеально. Удивили и строители. Масштаб работ поражает. Здесь изготовление из гипса и декоративная штукатурка. Причем, чтобы получился шедевр, не обязательно использовать дорогие материалы. Как говорят специалисты, в качестве декора можно взять обычный тюль или часть кружевной скатерти. Вот трафарет. Мы шпаклевочку нанесли, положили трафарет. Сверху шпателем провели. Вот, пожалуйста, можно разукрашивать. Главная задача профориентационной акции – не просто рассказать о той или иной профессии, а погрузить гостей в ремесло. Здесь каждый имеет возможность попробовать себя в роли повара, горняка или парикмахера. Ведь именно рабочая профессия – основа стабильного экономического развития государства. Галина Гончаренко, Михаил Лисишин, Телеканал «Родной». Спасибо. Спасибо.